Здравствуйте, уважаемые посетители канала «Правый берег». Сегодня в выпуске. Промышленность Польши на грани катастрофы, а в Германии объявлена рецессия. На Западе признали – коридор Север-Юг уже работает. Спрогнозированы сроки начала глобальной рецессии. Европейские страны начинают в полной мере пожинать плоды от разрыва сотрудничества с Россией. К примеру, польская промышленность уже оказалась на грани катастрофы. Как сообщает портал внп.пл, спад производства в стране наблюдается в 25 отраслях экономики. По оценкам аналитиков, промышленное производство в Польше в апреле этого года сократилось на 6,4% из расчета год к году. По сравнению с мартом оно снизилось сразу на 14,8%. По информации внп.пл, только 9 из 34 отраслей экономики Польши чувствуют себя более-менее уверенно. В остальных 25 по итогам апреля зафиксировано падение объёмов. Что ждёт польскую промышленность дальше неизвестно, отмечает издание. Немногим лучше обстоят дела в Германии, где объявлена рецессия из-за второго подряд квартала, в котором сокращался ВВП страны. К примеру, в последнем квартале прошлого года валовый внутренний продукт в Германии сократился на 0,5%, а в первом квартале этого года на 0,3%. И эти цифры, честно говоря, не удивляют. Промышленность Германии хорошо себя чувствовала в те годы, когда получала дешёвый газ из Российской Федерации. А в последнее время Берлин заметно сократил потребление российского топлива. На коротком отрезке казалось, что страна сможет безболезненно пережить отказ от российских энергоресурсов. Однако, чем больше времени проходит, тем очевиднее становятся потери экономики страны, которые начинают всё больнее бить по рядовым немцам. Что же касается Польши, то её экономика никогда не принадлежала к числу лидеров. Разрыв сотрудничества с Россией лишь подчеркнул это обстоятельство. За рубежом начали признавать тот факт, что международный транспортный коридор Север-Юг уже функционирует, пусть и отнюдь не в полную силу. Об этом пишет в частности Американский институт мира. Ранее западные информационные и аналитические ресурсы предпочитали описывать коридор Север-Юг как торговый проект, который если и будет действовать, то только многие годы спустя и при вливании многомиллиардных инвестиций. В статье отмечается, что из трёх маршрутов, соединяющих Россию и Иран, Каспийский морской, Закавказский через Азербайджан и Среднеазиатский, в полную силу пока не задействован ни один. Однако в ограниченном варианте они уже работают. Так указано, что Иран давно искал новых торговых партнёров и более безопасные маршруты для экспорта, чтобы обойти санкции Запада. Ближневосточной стране нужны пути для торговли с десятью российскими городами-миллионниками вдоль Волги, повторяя маршруты средневековых купцов. В рамках коридора Иран обязался построить не менее 11 инфраструктурных проектов, включая автомобильные и железные дороги, морские порты, на общую сумму почти 13 миллиардов долларов США. Однако в конце концов Исламская Республика может оказаться не более чем транзитной страной, которая в первую очередь помогает России расширить торговлю с Индией и другими странами, в первую очередь ближневосточными и южноазиатскими. В 2022 году торговля России с Индией вышла на рубеж в 38 миллиардов долларов, что намного превышает аналогичные показатели с Ираном, где всё ограничивается пятью миллиардами, говорится в публикации. Также в статье отмечается тот факт, что Россия приступила к масштабным вложениям в инфраструктуру на всём протяжении коридора, также вкладывая в автомобильные, железнодорожные и судоходные пути. Всего выделено более 13 миллиардов долларов США на более чем полсотни инфраструктурных проектов по расширению коридора. Стоит отметить, что внезапное открытие в кавычках западных ресурсов о работоспособности маршрута Север-Юг не является таковым для жителей юга Российской Федерации, где иранские товары в заметных количествах стали появляться ещё во второй половине двухтысячных. Мировая экономика может столкнуться с глобальной рецессией уже в ближайшее время, передаёт издание «Аргументы и факты» мнение аналитика компании «Золотой монетный дом» финансиста Дмитрия Голубовского. «В настоящий момент есть все признаки того, что ухудшения в американской, а также в глобальной экономике продолжатся», считает эксперт. По его мнению, ситуация на гонконгской бирже уже не даёт оснований полагать, что китайская экономика сможет вытянуть весь мир. «Глобальная рецессия может начаться уже во второй половине нынешнего года», предположил Голубовский. Он подчеркнул, что некоторые западные государства в частности Германии уже находятся в этом состоянии. Кроме того, рецессия настигла и Соединённые Штаты. Однако Вашингтон не хочет это признавать, проворачивая технические махинации со статистикой. Подытожил аналитик.